над маздой работа продолжается что я тут сделал залил радиаторную решетку там между полосок этих видно прозрачная эпоксидка возможно симпатичнее так стала шильдик вот на эпоксидку приклеил и это у меня будет фара здесь все должно быть обтекаемые и бака должны быть такие полукруглые капот тоже повторять черта не решатки вот выставил все приблизительно как это все будет смотреться там за фарой должно быть быть колесо но если такая радиаторная решетка то машина будет довольно таки большая и вопрос у меня резонный стоит ли этим заниматься это такая огромная машина получится что я даже не представляю как мне дальше с ней быть на одна из моих больших самых больших поделок тогда будет грузовик что у нас по грузовику решил что это будет mercedes ну что-то на вроде гелика такой угловатый рубленый дизайн черного цвета соответственно арки колес тоже так квадратными сделать ну и вот здесь спереди над радиаторной решеткой нужно будет где-то раздобыть значок mercedes вот как у меня на мази здесь есть значок там тоже начать mercedes сделать тоже пока не совсем ясно что из этого выйдет ну грузовик как-то более очертания вырисовывается явно внизу бампер такой черненький тонкий будет раму надо уже наверное подыскать на который все это поставить паровоз я убрал поэтому место мне стало побольше ну как относительно побольше все равно хлам тут у меня превалирует и вот еще у меня идея 1 возникла тут лодка детская она разбита была вот трещины видны здесь на рубке здесь вот пушка была тоже вот на ней трещины ну и все все пол была в трещинах залил прозрачной эпоксидкой оставить вопрос оставить так все ну может быть изнутри залить рубку что-то здесь за место пушки сделать и но это неинтересно детская игрушка тоже не будет либо вот такое колесо есть одно и с другой стороны еще одно колесо поделку какую-то из нее сделать вот интересно что здесь можно добавить вот в принципе я все расставил для наглядности чтобы фантазия работал когда вот она все так стоит это все что-то приходит в голову и я это реализую может быть запчасти какие-то находятся специально под модель и стоит еще раз напомнить что концепции моих моделей это использовать только ненужные вещи выброшенные или готовы к выбросу кто-то выбросить хотел или я даже сам хотел выбросить но в основном это фактически мусор так что шильдик от мазды довольно кто-то потрепанный но видно что это мазда лодка треснутая поломанная и можно дать вторую жизнь колесо покрасить серебрянкой второе колесо расположить ось сделать здесь принципе все то же самое под прожекторов что на капоте железка что на крыше кабины все это на выброс шло продолжаем так что работу посмотрим что будет ну и так попутно здесь я еще навожу порядок хочу как-то более-менее здесь все упорядочить сделать полки одну полку сделал но слишком маленькая она какая-то получилось это все конечно не так должно быть не в груди друг на друга потому что тут все опять-таки ничего не видно все что мне нужно оно должно быть на взгляд заметно потому что посмотришь и более-менее вещь куда-то применяешь но это пока начало только вот все ушло отсюда здесь есть хлам был выброшен там вон тоже внизу хлам есть его надо разобрать выбросить мониторы не знаю что с ними делать выбросить их бы они рабочие и вообще вот здесь вот мне в этой творческой мастерской своей вот это все наверху тоже разобрать упорядочить провод этот я выброшу скорее всего это одножильный алюминий нафиг никому не нужен все это еще одну здесь широкую полку сделаю вдоль стены и вот это все здесь надо разобрать там под этими ящиками там шкаф металлический тоже вот сюда убрать надо потому что ну с очень мне у меня тут мало места и как-то все я здесь тону в этих бардаке в этом в этих запчастях как-то хочется чтобы более симпатично все это выглядело стараюсь стараюсь сил много времени надо много на это все потихоньку реализую ну вот собственно говоря провоз начал свое движение к месту назначения воссоединиться с прочей коллекцией переместился из мастерской захламленный на этот замечательный стол вот он так выглядит в одной атмосфере в окружении других предметов более отчетливо может быть его видно когда-то помните здесь он стоял в качестве отдельно взятой детали сейчас это уже полноценная модель но дальше наверное его засниму уже вместе с другими подделками кстати окошко заделал пластиком присверлил бирку но и со стороны тоже окошко пластиком заделана красавица вот так вот он выглядит